Здравствуйте дорогие друзья! Центр астрономического и космического образования Московского дворца пионеров предлагает вашему вниманию очередной практикум по небесной механике. Меня зовут Денис Владимирович Денисенко и сегодня я расскажу вам о том, как менялись со временем масштабы Солнечной системы. Поводов для этой темы несколько. Во-первых, 13 марта исполняется 240 лет со дня официального открытия планеты Уран, а во-вторых, в феврале 2021 года было объявлено об открытии очередного самого далекого объекта в Солнечной системе. Итак, обо всем по порядку. Всем вам наверняка хорошо знакома эта картинка, на которой планеты Солнечной системы изображены в одном масштабе друг с другом и с Солнцем и расположены в порядке удаления от нашего центрального светильника. Также вы наверняка хорошо знаете, что невооруженным глазом Земли можно наблюдать 5 больших планет. Меркурий и Венеру, которые находятся внутри орбиты Земли, и Марс, Юпитер и Сатурн, орбиты которых находятся дальше от Солнца, чем орбита Земли. Остальные планеты, включая гиганты Уран и Нептун, были открыты с помощью телескопов. Таким образом, для наблюдателя невооруженным глазом, наша Солнечная система заканчивается на орбите Сатурна. В этой таблице указаны средние расстояния планет от Солнца, начиная с Земли и заканчивая Нептуном. Поскольку все планеты обращаются вокруг Солнца по электрическим орбитам, их фактическое расстояние непрерывно изменяется, становясь то меньше, то больше среднего расстояния. Если изобразить это на графике, мы увидим вот такие волнистые линии, которые показывают расстояние до самого далекого известного объекта в Солнечной системе на данный момент времени. Начиная с эпохи изобретения телескопов, еще в течение 180 лет Сатурн оставался самым далеким известным объектом в Солнечной системе, и таким образом размер нашей Солнечной системы колебался в интервале от 9 до 10 астрономических единиц с периодом обращения Сатурна вокруг Солнца, то есть 29,5 лет. Первое существенное расширение границ Солнечной системы произошло 13 марта 1781 года, когда английский астроном Уильям Гершель открыл планету Уран. Вообще-то Гершель был немцем, родился в Германии, и настоящее его имя было Фридрих Вильгельм. Но в 18 лет он переехал в Англию, где и стал знаменитым астрономом наряду со своей сестрой Каролиной и сыном Джоном. Планету Уран Уильям Гершель открыл с помощью телескопа с диаметром зеркала 15,5 см и фокусным расстоянием 7 футов около 2 метра. На картинке изображена модель этого телескопа в натуральную величину. С открытием Урана размер известной Солнечной системы увеличился в два раза, примерно с 9,5 до 19 астрономических единиц. Любопытно, что Уран совершает один оборот по орбите вокруг Солнца за 84 года, и как раз ровно 84 года первооткрыватель Урана Уильям Гершель и прожил. Но не успел Уран совершить полного оборота по своей орбите вокруг Солнца, как был открыт Нептун. Открытие следующей планеты Нептун стало блестящим успехом небесной механики. За полвека наблюдений Урана в его движении были обнаружены отклонения от расчетной орбиты, которые невозможно было объяснить притяжением только Юпитера и Сатурна. Было высказано предположение, что за орбитой Урана находится еще одна массивная планета, и два математика, француз Ливерье и англичанин Адамс, независимо друг от друга, рассчитали параметры орбиты этой планеты и предсказали ее положение на небе. Ливерье отправил результаты своих расчетов в Берлинскую обсерваторию в сентябре 1846 года, и Иоганн Галли, получив разрешение директора обсерватории Энке, в первую же ночь наблюдений обнаружил новую планету вблизи того положения, которое указал Ливерье. Открытие было сделано на 23-сантиметровом рефракторе системы Фронгоффера, установленном на Берлинской обсерватории. Поскольку средний радиус орбиты Нептуна вокруг Солнца равен 30-ти астономическим единицам, с его открытием границы Солнечной системы расширились примерно на 10 астономических единиц, или на полтора миллиарда километров. Они оставались на этом уровне в течение 84-х лет, вплоть до открытия Плутона в 1930 году. Но прежде чем мы перейдем к транснептуновым объектам, включая Плутон, надо сказать несколько слов о том, что история могла сложиться совсем по-другому. Во-первых, выяснилось, что зимой 1690-1691 года английский астроном Джон Флэмститт наблюдал Уран за 90 лет до открытия Уильяма Гершеля и занес эту планету в каталог звезд как 34-я Тельца. Можете проверить в Старкалке или в Стеллариуме. Звезда 33 Тельца есть. Это переменная В817 Тельца. 35-я Тельца тоже есть. Это вообще звезда третьей величины Лямбда Тельца. А 34-я Тельца нет. Так вот, задним числом удалось выяснить, что под этим номером 34 в каталоге Флэмстита скрывался Уран. На самом деле это не так уж и удивительно. Блеск Урана достигает пятой с половиной звездной величины. То есть в идеальных условиях его можно наблюдать даже невооруженным глазом. Гораздо более удивительная история произошла с Нептуном. Оказалось, что за 234 года до его официального открытия Нептун наблюдал Галилео Галилей. Обнаружилось это только в 1980 году. История достаточно любопытная. В 1979 году в журнале Sky and Telescope была опубликована статья Стивена Ольберса со списком взаимных покрытий больших планет с 1557 по 2230 год. И оказалось, что Юпитер покрывал Нептун в январе 1613 года. И два автора, Дрейк и Ковал, опубликовали две статьи. Одну в журнале Scientific American, другую в журнале Nature. в которой они обнаружили, что Галилей действительно наблюдал Нептун между спутниками Юпитера, которые он открыл за пару лет до этого. Соответствующая зарисовка из журнала наблюдения Галилея отсканирована и размещена в интернете. Здесь изображен диск Юпитера, плоскость галилеевых спутников, а обозначением Фикс А помечена звезда, которую Галилей принял за неподвижную звезду восьмой звездной величины. Если мы посмотрим на расположение Юпитера и Нептуна в районе 1 января 1613 года, то мы заметим, что обе планеты находились вблизи точки стояния своей траектории. И действительно Нептун не только прошел между спутниками Юпитера, но и был в какой-то момент покрыт диском Юпитера. В отличие от Урана и Нептуна, которые были открыты визуальными наблюдениями в телескоп, для открытия Плутона потребовалось применить фотографию. Плутон был открыт в 1930 году молодым американским астрономом Клайдом Томбо на снимках с 13-дюймового астрографа обсерватории Лоуэлла в штате Аризон. Для поиска движущихся объектов на снимках использовался прибор, который называется блинг-компаратор. С помощью перекидного зеркальца наблюдатель смотрел то на одну, то на другую фотопластинку. И таким образом обнаруживал объекты, которые либо смещаются между экспозициями, либо меняют свой блеск. Именно таким образом и был открыт Плутон в 1930 году. Начало 1990-х годов, в результате перехода от фотопластина к цифровым ПЗС-матрицам, количество открытий астероидов вообще и транснептоновых объектов в частности резко возросло. На сегодняшний момент известно около 3500 транснептоновых объектов, из них 682 объекта имеют постоянные номера. И первый объект, не считая Плутона, открытый за орбитой Нептуна, был обнаружен в 1992 году. И если за предыдущие 400 лет наблюдательной астрономии всего 4 планеты были самыми далекими объектами в Солнечной системе, то за прошедшие с тех пор 30 лет первую строчку в рейтинге самых далеких объектов от Солнца сменили уже 10 объектов. Их список приведен в этой таблице. Видно, что в течение первых 10 лет рост размера Солнечной системы происходил достаточно медленно и постепенно, и в основном за счет открытия слабых небольших объектов. Однако в 2003-2005 году произошел резкий скачок, когда одномоментно размер Солнечной системы увеличился более чем в полтора раза на 30 астрономических единиц. Это произошло благодаря открытию двух карликовых планет, сначала Седны, а затем Ириды, которые в момент открытия находились на расстоянии соответственно 90 и 97 астрономических единиц. При этом, если Ирида была открыта вблизи Афелии своей орбиты, и на самом деле она может приближаться к Солнцу на 36 астрономических единиц, то Седна, напротив, была открыта вблизи Перигелия своей орбиты. Ее Перигелийное расстояние составляет 76 астрономических единиц, а вот в Афелии она может улетать в 30 раз дальше Нептуна, как видно на этой диаграмме. Наконец, два последних объекта в этой таблице выдавлены жирным красным шрифтом. Их расстояние просто поражает воображением. Они не просто побили предыдущий рекорд, а они оказались намного дальше символической отметки в 100 астрономических единиц. Об их открытии было объявлено в конце 2018 и в начале 2021 года соответственно. Поэтому, хотя объект 2018 АГ-37 формально был обнаружен на снимках в январе 2018 года, о нем стало известно только в феврале 2021. По порядку, открытие объекта 2018 ВГ-18 было впервые опубликовано 17 декабря 2018 года и тогда в циркуляре малых планет было сказано, что расстояние до этого объекта находится в диапазоне от 125 до 130 астрономических единиц. Но по мере накопления наблюдений это расстояние было уточнено и оно составляет примерно 124 астрономические единицы. А объект 2018 АГ-37, который был объявлен 10 февраля 2021 года, он находится на расстоянии примерно 132-133 астрономические единицы. На данный момент это абсолютный рекорд, самый далекий обнаруженный объект в Солнечной системе естественного происхождения. Теперь давайте посмотрим, как расширялась последние 30 лет Солнечная система на графиках. Если за первые 10 лет нам достаточно границы по оси Y 50 астрономических единиц, то на следующих графиках приходится расширить эту границу до 100, до 125 и даже до 150 астрономических единиц. Как видите, Ирида 13 лет пробыла в статусе самой далекой карликовой планеты Солнечной системы, но ее рекорд, который продержался 13 лет, как я уже говорил, был побит более чем на 25 астрономических единиц. Тут еще надо сказать, что Ирида за месяц потеряла не одно, а сразу три места в рейтинге самых далеких объектов Солнечной системы. Потому что помимо 2018 АГ-37 в феврале 2021 года было объявлено об открытии еще двух транснектуновых объектов, которые находятся на расстоянии 98 и 99 астрономических единиц от Солнца. То есть дальше Ириды. Но Ирида по-прежнему остается самым большим после Плутона известным транснектуновым объектом. Ее диаметр почти 2000 километров. Чуть-чуть меньше, чем у Плутона, у которого 2300 километров. А размер новооткрытых объектов Far Out и Far Far Out, как первооткрыватели неформально назвали вот эти два объекта, составляет примерно 500-600 километров. То есть в принципе они находятся на пределе допустимого размера, для того чтобы их провозгласили карликовыми планетами Солнечной системы. Когда мы говорим об открытии новых объектов в Солнечной системе, конечно же мы должны сказать и об их первооткрывателях, и о телескопах, на которых эти открытия были сделаны. В этой таблице сплошь и рядом все хорошо знакомые имена и фамилии. Все прекрасно знают Майка Брауна и его коллег Чедвика Трухильго и Дэвида Рабиновица, а также наверняка слышали исследователей пояса Койпера Скотта Шепарда и Дэвида Толлина. Обратите внимание, что открытия Седны и Ириды были сделаны на легендарном паломарском 48-дюймовом телескопе Самуэля Ощина. Это та самая паломарская камера Шмидта, на которой еще в 50-е и 90-е годы проводился первый и второй паломарский обзор неба на фотопластинках. Этот телескоп до сих пор прекрасно работает, и совершает громкие и красивые открытия в рамках уже целого ряда проектов. Также огромный вклад в открытие и исследование транснектуновых объектов внесли Канадо-Франко-Гавайский телескоп с диаметром главного зеркала 3,6 метра и 8-метровый телескоп Субару на Гавайских островах на обсерватории Мауна-Киа. Еще большего количества открытий, причем слабых и далеких объектов, следует ожидать в ближайшее время после ввода в строй телескопа обсерватории имени Веры Рабинов. Рубин, который раньше назывался LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Он будет иметь огромное поле зрения для такой большой апертуры и будет способен открывать объекты до 25-й звездной величины по всему небу. Безусловно, нас ждут новые открытия, возможно, еще более далеких объектов в Солнечной системе. В завершение нашего сегодняшнего практикума я хочу предложить вам несколько полезных заданий для самостоятельного выполнения. Во-первых, давайте отметим годовщину 240-летний юбилей открытия Гершелем Урана. Поставьте в нашей любимой программе планетарий Stellarium дату на 13 марта 1781 года, найдите Уран и определите, в каком созвездии он находился в ночь его открытия Гершеля. Теперь давайте отмотаем время еще на 90 лет назад и проверим, как Джон Флэмстит мог принять Уран за неподвижную звезду в созвездии Тельца. Давайте найдем 33-ю и 35-ю Тельца и найдем Уран в декабре 1690-го, в январе 1691 года. Узнайте, какая у Урана была звездная величина и сравните ее со звездной величиной указанных звезд. А также посмотрите, действительно ли Уран двигался по небу настолько медленно, что его можно было принять за неподвижную звезду. И еще одно задание уже касается наблюдения Галилео Галилеем Нептуна. Поставьте дату на 31 декабря 1612 года или 1 января 1613 года, найдите на небе Юпитер и Нептун и подвигайте дату на несколько ночей взад-вперед, плюсиком на сутки вперед, минусом на сутки назад. И определите, когда, в какую ночь расстояние между Юпитером и Нептуном было наименьшим. И действительно ли происходило покрытие Нептуна Юпитером. И еще пара заданий попроще. Они касаются открытия самых далеких объектов в Солнечной системе. Найдите, пожалуйста, на сайте Центра Малых Планет циркуляр MPEG 2021-C187, который посвящен открытию объекта 2018-AG37. Найдите его координаты в момент открытия и определите с помощью Stellarium, в каком созвездии он находился в этот момент. Ну и еще одно интересное задание. Попробуйте поиграться с орбитами других карликовых планет, транснептуновых объектов в поясе Койпера, Хаомиа, Макимаки и Ириды, и сравните их блеск со звездной величиной Плутона. И попробуйте определить, могут ли эти карликовые планеты становиться ярче Плутона. И если да, то в каком году такое случалось и когда произойдет снова. Если действительно Плутон иногда может становиться слабее других карликовых планет, это лишний раз подчеркивает то, как Клайду Томбо повезло в 1930 году открыть Плутон. Ну что же, на этом на сегодня все. С вами был Денис Владимирович Денисенко. Я благодарю вас за внимание и желаю дальнейших успехов в изучении астрономии. А Центр астрономического и космического образования Московского дворца пионеров приглашает вас посещать наши страницы в соцсетях и сайт в интернете. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok